Девушки отдыхают В 2019 году фигурант изготовил фиктивные документы, с помощью которых перевел свыше 46 миллионов рублей на счета фирм-однодневок. Решением суда фигуранту назначено наказание в виде одного года лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима со штрафом в размере 200 тысяч рублей. Решением апелляционной инстанции приговор оставлен без изменения и вступил в законную силу. За Волжским международным следственным отделом города Твери регионального следственного комитета возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». По версии следствия, общество с ограниченной ответственностью «Тверская генерация», являясь ресурсоснабжающей организацией, не провело надлежащий ремонт водопроводных сетей с последующим проведением испытаний трубопроводов на прочность и плотность. Не выполнило условия эксплуатации водопроводных сетей летом 2024 года. Ввиду этих нарушений 17 июля из-за разрыва трубопровода, горячего водоснабжения, на участке около жилого дома по улице Степаново образовался провал в земле, в который частично попал автомобиль. Люди, оказывая помощь водителю и пассажирам автомобиля, получили термические ожоги. Место происшествия осмотрено криминалистом отдела криминалистики следственного управления и следователем городского следственного отдела Следственного комитета. В ближайшее время будут проведены допросы свидетелей, должностных лиц организации, необходимые экспертизы. 17 июля на седьмом километре грунтовой автодороги Борисовская-Гудеева-Лесного муниципального округа Тверской области произошла смертельная авария с участием подростков. Несовершеннолетний водитель, не имеющий право на управление транспортными средствами, управлял мотоциклом «Урал» с коляской, не справился с управлением, допустил съезд в левый кювет с последующим наездом на дерево. В результате дорожно-транспортного происшествия несовершеннолетний пассажир получил травмы, от которых скончался на месте, находился в коляске без мотошлема. На месте дорожно-транспортного происшествия работает следственная оперативная группа. По факту произошедшего проводится проверка, по результатам которой виновные лица будут привлечены к установленной законодательством ответственности. Госавтоинспекция Тверской области призывает жителей региона не допускать фактов эксплуатации детьми, транспортными средствами, особенно мототехникой, без соответствующего права.